Приветствую вас, Малефисента. Я понимаю ваши чувства, я понимаю ваши переживания по поводу, я так понимаю, того, что идет такая партизанская война, деятельность против вас, я понимаю, что вам неприятно. Но я бы хотел обратиться вот к чему. Если вам дорог мужчина, если вы его любите, если у вас есть к нему чувства, если это не просто потребность в нем, то очень важно, чтобы он знал, что может вам доверять. То есть очень важно, чтобы вы не устраивали мою истерику, очень важно, чтобы вы показали, продемонстрировали ему свою зрелость, потому что мужчина как бы взрослый, ему 33 года. В этой ситуации вам, именно ему желательно продемонстрировать то, что вы принимаете все его действия, но, Малефисента, о себе забывать ни в коем случае нельзя. То есть, если вы чувствуете, что человек вами пренебрегает, если вы чувствуете, что человек стал меньше уделять вам внимание, то его нужно об этом известить и намекнуть, что вы не собираетесь человека ждать сколько-нибудь, ну, что вы не собираетесь долго человека ждать, и что если он не будет вам уделять внимание, то вы просто пойдете дальше. Вот. Тем более, что вы встречаетесь с мужчиной недолго, всего около месяца, то есть около месяца, это срок очень небольшой. Вот. Что касается его жены, то, да, она, возможно, поняла, что у мужа появилась девушка, и начала как бы бояться, что он окончательно от нее уйдет. Вот. Значит, что еще вам хочется сказать? Значит, ну вот вы пишете, не связано ли это с тем, что у него появилась девочка, она пытается отнять внимание у меня, тем самым все разрушив. Вот вы задаете такой вопрос. Казалось бы, наиболее очевидный вопрос, ответ на этот вопрос, да. Но, во-первых, мы не можем говорить об этом наверняка, потому что тут замерзаны как минимум трое человек, вы, муж и его жена. Соответственно, возможен треугольник Карпмана, который вам нужно изучить, это первая рекомендация, изучить треугольник Карпмана, потому что вы сейчас, по сути, выступаете спасителем для своего мужчины, а жена выступает агрессором, а он выступает жертвой. Вот. Это очень деструктивное отношение. Дальше. Что именно вы подразумеваете под фразой «все разрушить»? Что именно «все разрушить»? Понимаете, если у мужчины есть к вам чувства, вот именно к вам, если у него есть чувства, то их не разрушит жена. Понимаете? Их жена не разрушит. Но если у него к вам чувств нет, то да. В таком случае жена очень легко может его отвратить. Вот только нужен ли вам такой мужчина? Большой вопрос. Понимаете? То есть необходимо определить свою вот личную грань того, что вы позволите мужчине. Да? То есть очевидно, что он сейчас от вас отдаляется. Очевидно, что он сейчас ставит вас на второе место. Я понимаю, что вам это неприятно. Так позаботьтесь о себе. Продемонстрируйте человеку, как можно с вами, а как нельзя. Да? Это такой момент. Следующий момент. С точки зрения психологии есть очень серьезное подозрение на то, что у вас в психологическом плане не все в порядке, потому что вы выбрали мужчину сильно старше себя, который, по сути, ну, не годится, может быть, вам в отцы, но которого вы воспринимаете именно как такового, как отца. Как правило, такая ситуация становится возможной в том случае, если у вас, вот именно у вас были проблемы с отцом в отношениях. Вот. Ну, или с родителями в целом. Вот. Также есть очень серьезные подозрения на то, что мужчина вас всерьез не воспринимает. Смотрите, месяц. Кстати, это очень маленький трог для отношений. Жена очень легко привязала его к себе, то есть мужчина не проявляет свой характер по отношению к ней. Он очень быстро поставил вас на нелидирующее место в своей жизни. То есть просит вас потерпеть. Предполагаю, что вы потерпите. Понимаете? Все это очень тревожные знаки, которые говорят о том, что человек всерьез вас не воспринимает. Нет, это не означает, что он изначально вас использовал. Это означает только то, что его чувства к вам могут быть не серьезными, а ваши серьезные. И если ваши чувства серьезные, то если вы чувствуете, что вы серьезно воспринимаете мужчину, то вам очень желательно определить для себя, какого рода эти чувства. То есть что это? Любовь или, например, нуждаемость, допустим, в человеке. Потому что в противном случае вы можете начать страдать. Именно из-за того, что человек не уделяет вам столько внимания, сколько он уделял вам, ну, например, раньше. Вот. То есть это очень важная составляющая. Я надеюсь, что вы обо всем этом как следует подумаете. Вот. И дело здесь не в том, значит, ну, действует ли его жена как-то там против вас. Она защищает себя, она защищает своего ребенка, она защищает свою семью. Понимаете? То есть вам соперничать, как бы, с ней не самый лучший расклад. Но вы можете стать той, кто даст мужчине то, что не может дать жена. Ведь не просто же так мужчина от нее ушел, да? Вот. С другой стороны, если он начал от нее, и если он не до конца с ней расстался, то кто начинает ему повторить то-то самое поведение с вами? Понимаете? Какая история. Поэтому здесь вот я хочу вас только предостеречь. Предостеречь от страдания, которое, на которое, на которое вы можете себя обречь, продолжая вот ту линию поведения с человеком, который вы, ну, который вы придерживаетесь сейчас. Вот. Я только лишь надеюсь на ваше благоразумие, скажем, ну, скажем так. Вот. Это вот то, что я могу вам ответить, ответить, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Мне весело. Продолжение следует...